Раненые, вот они подошли ко мне, Ольга Николаевна, мы вас просим, пожалуйста, мы каждый из нас понимаем, что завтра мы можем погибнуть, и мы пришли сюда, не боясь этого, единственное, помогите там, нам, за нашими спинами, чтобы наши смертя не были накрасны, чтобы крашены, перекрашенные, всякие, извините меня, вчерашние и позавчерашние. Сволота не могла, понимаете, на крови, на смертях, на слезах матерей сейчас поднимать голову, зарабатывать миллионные бабки, начиная от маршрута, медицины и так далее. И поэтому я обращаюсь ко всем вам и нам. У нас в стране горе и война. Самый страшный грех и преступление, это творить беспредел, зарабатывать, извините меня за сленг, срубливать бабло на этом горе, на этих смертях. Это глех, который никогда и никому не простится. И вот, согласно этого, у меня еще есть один запрос. Все сейчас в преддверии живут каких-то там грядущих выборов. Мы понимаем, насколько это серьезно. И у нас начинают голову поднимать многие странные элементы, которые мы думали, что год назад мы вообще забудем эти имена. И вот мы сейчас от общественных организаций, от активистов, здесь очень много подписей, обращаемся к генеральной прокуратуре по поводу такого политического деятеля, как Дятлова, который вот у нас запад, вот у нас приложенные видео, который год назад практически равносильно, как какой-то Гиркин, как какой-то Захарченко, он призывал к созданию Николаевской народной республики. Он называл всех людей, которые хотели жить в свободной и независимой стране, майданутыми. Он называл хунтой, он называл фашистами. Почему сегодня этот человек ходит по городу? Почему он имеет право политически иметь слово? Почему он не в тюрьме, не за решеткой? Ответьте мне, пожалуйста. И мы сегодня обращаемся к вам, как представителям закона, с просьбой. И запомните это. Если не работают законы, в силу вступает беззаконие. Давайте не доводить до этого. Давайте, чтобы те ребята, которые сегодня гибнут там, чтобы они знали ради чего и за что они там делают. И поверьте мне, я сегодня выступаю только от имени всех нас, патриотов, которые ни вчера, ни сегодня, ни завтра не дадим никому творить беспредел. И поэтому я вас прошу, мы вступаем в дело, мы вступаем в законное русло, мы начинаем не рассказывать нам о том, что мы думаем и насчет мы сподеваемость, а мы начинаем работать совместно и делать добрые дела и строить независимую страну. Если этого не будет, очень бы не хотелось, чтобы в силу вступила беззаконие. Поэтому желаю вам сил, мужества, стремления и давайте строить и жить по-новому. Дядь, слава богу!